Итак, разрешите представиться, зовут меня МС Павлов И чтобы было понятно, кто я такой и откуда я взялся Посмотрим маленький кусочек клипа, который называется Работа денежку копит, хмель денежку топит Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас 68-я передача под названием Хип-хоп от первого лица в России Но это будет исключительная передача Мы сделаем небольшое отступление Это будет хип-хоп в СССР Кстати, кто не знает, СССР это аббревиатура слов, которыми раньше называлась страна Немножко по-другому, не Россия называлась Ну, не будем углубляться в историю Итак, хип-хоп от первого лица, хип-хоп в СССР Передача 68 Все предыдущие передачи, они были как бы на разогреве Они подготавливали слушателей, подготавливали зрителей именно к этой передаче Итак, в эфире МС Павлов И сегодня я постараюсь рассказать вам, что и как происходило На самом деле, самое главное, самое главное в рэпе это ритм И поэтому мы начнем с ритма И в этом ритме мы и продолжим нашу передачу Первое это барабаны Итак, это такой рэп-фанк-групп Еще очень важная вещь для рэпа это бас Итак, бас и барабаны А теперь добавляем гитары И у нас получается такая вещь Итак, как говорят многие музыкальные критики Рэп это фанк 90-х Фанк это новый стиль, новый ритм, новый бит Фанк это средство от всех забот, проблем, обид Фанк проникает в наше тело и сердце Фанк это бас и никуда нам не деться Так как я доктор фанк И жестоко лечу вас от техно-папсы и хард-рока Только ритм, только фанк, только танцы, танцы Вот что нужно сейчас моей нации Ну, это вот маленькая презентация О чем у нас пойдет сегодня речь Речь пойдет о рэп-музыке А рэп не что иное, как фанк Рэп зародился на фанк-музыке Рэп вышел из фанк-музыки И в 90-е годы, я бы сказал так Что рэп даже съел все стили, которые появились вообще Рэп даже залез на классическую музыку Вы знаете, в средине 90-х Князь Игорь и там прочие попытки были С такими оркестровыми делами Рэп съел джаз-музыку Есть эксперименты того же гуру Джаз-матас и многие другие варианты Иными словами, открою вам секрет Для кого-то, а для кого-то, может быть, это и не секрет Рэп, если вы посмотрите в словаре Там будет огромное количество всяких каких-то значений Шепот, щелчок, еще что-то Дело в том, что у англичан, у них плохо с языком У них мало слов, в отличие от древнего могучего русского языка И поэтому у них очень часто одно и то же слово означает очень много значений Стоит открыть какое-нибудь слово И там get или be или там Там просто они одним словом пытаются У нас же, если там есть какое-то слово, оно что-то конкретное обозначает И у нас есть много слов для каждых отдельных вещей Потому что это русский язык И вообще рэпу бы надо было появиться у нас Хотя, наверное, так это и было Потому что задолго до нью-йоркских рэперов у нас был Винни-Пух Задолго до этого у нас была София Ротару Ты, я, он, она, вместе целая страна Много других всяких вариантов Но американцы немножко как-то опередили нас Как-то с этим делом Итак, рэп это, как я сказал, ритм Поэтому сегодняшняя беседа у нас будет происходить В ритме фанка Если вы смотрите нас через свои компьютеры И у вас есть колоночки, конечно же, потому что иначе вы меня не услышали Вы можете поддать басцов, прибавить громкость И в этом ритме мы с вами и поговорим Итак, рэп это аббревиатура Rhythmic American Poetry Если рэп делается на каком-то другом языке На русском там Это может быть чисталочки, щитушки, частушки, щиталки Все что угодно Но это не рэп в прямом смысле этого слова Но, тем не менее, это слово стало обозначать любое музыкальное направление Где вместо того, чтобы петь, просто что-то ритмично говорят Итак, ритмично говорить я начал давно Наверное, в силу того, что вообще ритм это основа музыки Это моя основа Я всю жизнь занимался на барабанах Я барабанщик играл в разных группах Я играл в джаз Несколько лет играл в биг бенде Играл в фанк Потом много лет я играл в такой очень известной психоделической московской рок-группе «Звуки Му» С которой мы, собственно говоря, очень много выезжали Нашим продюсером был Брайан Ино Это легендарный человек Он, наверное, больше всего известен как продюсер группы U2 Но также он был музыкантом в группе Roxy Music Брайан Ферри В общем, этот человек, он англичанин И он, короче говоря, был продюсером «Звуков Му» И как у нас наша пластинка вышла на западе На фирме Apollo Records Это Warner Brothers и Брайан Ино И как раскрутка нашей пластинки У нас было очень много туров по Америке Мы объехали West Coast, East Coast, Middle East И в 89-м, в 90-м году В это время я очень много увлекался Уже слушал музыку Уже смотрел разные концерты и так далее Отвлеклись Если нырнуть еще глубже Давным-давно в стране, которая называлась CCCP А по-русски СССР Рэпа, в общем-то, не было И вообще, ну, как бы, кто помнит это время немножко Или там знает его по фильмам Был такой железный занавес То есть, если что-то проникало Абсолютно непонятно, каким образом это проникало В начале 80-х годов Где-то году в 82-м, 83-м У нас, я учился в школе И у нас в классе был парень из Кубы Кубинец А у нас Россия с Кубой Куба была тоже социалистическая страна И там дружба, фроншипт И он учился в классе А на лето уезжал туда к себе в Кубу И так как Куба территориально находится рядом с Америкой Там между ними небольшой проливчик То все пиратские, бандитские, капиталистические радиоволны туда долетали И он привозил мне записи FM-радио 83-84 года Где уже звучал рэп Уже были рэперские дела Я у него это все с жадностью переписывал Хотя первый рэп, на самом деле, он появился еще раньше Официально рэп стал зарождаться в середине 70-х годов Конец 70-х это бум диско-музыки Диско-музыка вышла из фанка В общем, все это замешано на фанке И первые рэп-вставочки стали использовать еще люди, которые играли диско-музыку Причем диско-музыка это не Аба и Бунеем, к чему мы привыкли И уж тем более не Bad Boys Blue, там Си Си Кейдж или Мордан Толкинг Которые к рэпу, то есть к диско вообще не имеют никакого отношения Я имею в виду настоящие диско-группы Американские, изначальные И вот еще, слушая диско-музыку Я часто натыкался на какие-то рэп-вставочки Это были и 78-й год, и 79-й год, и Cool and the Gang, и группа Chic Ну, в общем, много-много чего В то время это еще рэпом даже не называлось Этого слова как бы еще не было Тем более там хип-хоп Итак, с начала 80-х я уже стал слушать эту музыку Еще не знаю, что это так называется Потом появилось слово рэп Это стали называть рэпом Я узнал, что такое рэп И надо сказать, что, хотя первыми Так уж повелось, что первыми рэперами считают Ну, скажем, там, Run DMC Там, я не знаю, Tone Lock Big Daddy Kane Вот таких корифеев Еще раньше, самые первые рэперы Это люди, которые накладывали рэп на диско-музыку На фанк-музыку И все это игралось еще живьем Такие, как, например, Curtis Blow Это просто его альбом Это не что иное, как настоящая диско-музыка С его рэпом Это один из первых таких рэперов Потом Cool Hork Мелли Мелл и так далее Но не буду усложнять И метаться всякими непонятными иностранными словами Итак, рэп Чтобы продолжать Давайте мы немножко сменим наш грув И я продолжу Чуть-чуть побыстрее Итак Рэп Rhythmic American Poetry Как я сказал, рэп съел всю музыку Рэп – это стиль прочтения текстов Это не… Рэпом нельзя назвать музыку Музыка может быть абсолютно любая Это может быть и джаз Это может быть и фанк Это может быть и диско И классическая музыка Всюду, где вместо того, чтобы петь ритмически говорят Это все можно назвать рэпом Музыка может быть абсолютно любая Поэтому, если человек говорит Я люблю рэп, имея в виду какую-то музыку Это неправильно Еще раз говорю Музыка абсолютно любая Например, вы можете посмотреть В начале 90-х годов Мы сделали очень интересный эксперимент Смешали рэп с джазом Сделали такую джазовую вещь с живыми музыкантами И называется она The New Moscow Swing Музыка Итак, новый московский свинг. Это тоже рэп, потому что вместо того, чтобы там петь, а петь я не умею, я умею только читать. Читаю я по слогам, поэтому получается такая вот интересная вещь. Хорошо, возвращаемся к истории. Итак, слушать, как я уже сказал, эту музыку я стал с начала 80-х, еще из истоков фанка и диско. И когда я узнал первые композиции рэперские, которые я слышал, это были с кассет моего приятеля, который учился у меня со мной в школе, кубинец. Он тоже, естественно, ничего этого не знал, просто он приезжал туда и записывал FM-радио, которое долетало из Америки до Кубы. Потом, много-много лет спустя, я когда уже стал узнавать эти вещи, это был Мели Мел, это был Куртис Блоу, Фьюрис Файв, Худини, вот такие группы. То есть я потом уже, когда узнал эти группы, уже узнал группу, я стал, оказывается, это же мои вещи, которые я раньше слушал. Вот так, просто не было никакой информации и, естественно, приходилось пользоваться чем попало. Итак, когда мы начали играть в звуках Му и стали путешествовать, у нас были выезды и в Европу, и в Америку, везде мне удавалось попасть на разные концерты. Я ходил, смотрел разных интересных рэперов и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, причем это был 89-90 год. В 90-м году, когда у нас был второй тур по Америке со звуками Му, после этого я там остался почти на год и работал и в разных студиях, жил в Нью-Йорке. Потом меня пригласили в Детройт. Меня разыскала одна русская рок-группа, им нужен был барабанщик, они прислали за мной самолет, приехали, оплатили мне дорогу. Я приехал в Детройт и в Детройте познакомился с очень известным продюсером, это Джонас Берзанский, человек, который работал с многими аренбишными, соул-исполнителями черными, с фанковыми. И вот мы с ним начали делать тоже такие интересные всякие фанк-рэп-проекты. Там я получил свой титул MC, причем это было достаточно интересно. Это был 90-й год. В России, который назывался СССР, как мы уже выяснили, в то время происходил какой-то бардак, который назывался Перестройка. Было очень модное слово на Западе, Перестройка. Все это знали. И у меня была какая-то прикольная майка, там было написано «Правда», какие-то буденовки, какие-то чапаевцы там ехали, в общем, что-то такое. И было написано «Михаил Сергеевич Горбачев», «М.С Горбачев». И он подходит, говорит, а кто такой MC Горбачев, он прочесть не может, потому что буква «Г» это вообще не буква. И так я объяснил, кто это такой. Это был действительно очень крутой рэпер. Он и сейчас продолжает неплохо. Если его положить на бит, было бы замечательно. По крайней мере, в то время он... И что самое интересное было, что если предыдущие рэперы, такие как Брежнев, Черниенко, они все под фанеру говорили, или, по крайней мере, по бумажке, то Горбачев сделал первый прорыв, он уже стал делать фристайл без бумажки, без... То есть первый наш руководитель, который понимал, что говорил, и говорил это вживую, в реал-тайм. Вот. И так, шутка за шуткой, и, короче, меня стали называть MC, приглашать на радио и так далее. И мы там записали несколько треков. Хотя первые треки мы записали еще в середине 80-х. Будучи в звуках Му, мы уже стали экспериментировать и записывать. Уже у нас были какие-то там драм-машинки и так далее. Но в Детройте и потом уже в Нью-Йорке я записал первые такие совсем уже профессиональные треки. Вот. И когда я вернулся сюда, мы уже стали продолжать делать эту музыку. Причем ситуация была такая, что никто даже этого слова не знал, рэп. Когда меня спрашивали, чем ты занимаешься, звуки Му после нашего второго тура мы закончили существование. Каждый занялся какими-то своими проектами. Петр Мамонов занялся театром, другие там занялись другими делами. И я с нашим клавишником, с Павлом Хотиным, стали делать фанк, рэп и вот хип-хоп, вот эту всю музыку. И когда мы встречались с нашими старыми друзьями, рокерами, с Гариком Сукачевым, с Александром Скляром и так далее, и они меня спрашивали, что ты делаешь? Я говорил, мы сейчас рэп делаем. Люди не понимали даже слова, что это такое. Приходилось им на губах объяснять, что рэп это... и так далее. Потом потихонечку это слово стало входить в обиход, люди стали понимать, и первое, что стали думать, что рэп это музыка черных кварталов, это какие-то гангстерские, бандитские песни и так далее, и так далее. Ну, информации не было никакой, и естественно, что в газетах там кто-то написал какую-то ерунду, это все принимали за чистую монету. Потом в девяносто первом году я собрал несколько танцоров, со мной танцевало несколько девушек, причем было даже так, что в моем составе первым танцевало шесть черных мулаток. Вот, до сих пор все не могут поверить, как так, но я объясняю это тем, что если бы мы жили где-нибудь там в Норильске или где-нибудь там в Усть-Каменогорске, где действительно черных людей практически нет, а будучи в Москве, здесь это не так уж сложно было сделать. И вот у нас был танцевальный коллектив, шесть мулаток, клавиши, я иногда играл на барабанах живьем, иногда, ну, в общем, какие-то треки мы делали, возвращаясь к рэпу. Первый рэпер, о котором я узнал, что оказывается кто-то еще делает рэп и знает вообще, что это такое, это был Сергей. Как это получилось? Году в девяносто, наверное, это был год девяносто второй, одна девочка, которая танцевала у меня, ее звали Ольга, она сказала, вот, у меня есть парень, он тоже очень рэпом увлекается, хочет с тобой познакомиться и все такое. Чтобы продолжить про Сергея, надо сменить немножко грув, потому что это следующая тема. В этом ритме мы продолжим про Сергея. Итак, год, наверное, девяносто второй, к сожалению, историков нет, биографов нет, конечно, было бы неплохо, если бы кто-то все это записывал и отслеживал, так, примерно, да, ну, точно, нет, наверное, девяносто второй все-таки, не девяносто третий. Итак, моя девушка, моя девушка, девушка, как бы, видите, какой русский язык сложный, моя девушка, мне уже совсем другой смысл. В рэпе бы, my girl, это все, что может быть угодно. Девушка, которая танцевала у меня, ну, не моя девушка, видите, уже рэп получается, сказал, что она знакома с одним человеком, он тоже очень любит рэп и так далее, и так далее, и очень хочет со мной познакомиться. И как-то мы пересеклись, познакомились, и это оказался Сергей. Он тогда, наверное, еще не был Сергеем, а может уже и был, вот звали его Сережа Булавинцев. И выяснилось так, что, оказывается, он тоже слушал рэп, любил рэп, и где-то несколько лет до этого он как раз жил в Нью-Йорке, у него родители работали там по... ну, что-то такое. И он жил в Нью-Йорке и учился в какой-то школе, и рассказывал, что начал эту музыку слушать там, а это как раз конец 80-х годов, это как раз всплеск рэпа и так далее. Естественно, что он на это подсел, и он как бы из первых, так сказать, из первоисточника видел все это. Я считаю, что он единственный рэпер, настоящий рэпер по сравнению со всеми остальными, который вкусил этого из первоисточника. И он рассказывал, что их, как называли, white niggers в школе, потому что они все время слушали рэп и так далее, и так далее. И у нас тогда была студия «Звуков Му», которую нам подарил Брайан Инн, наш продюсер. Это была как бы плата за наш альбом. Немножечко изменим темп. И он попросился записаться, и первые его треки мы записывали вместе. Самый первый трек, который мы сделали с Сергеем, это он принес какие-то нарезочки на кассете. Мы оттуда это все засемплировали, у нас была драм-машинка, подложили какой-то звук. К сожалению, у меня это не сохранилось, но, по-моему, у него эти записи сохранились. Может быть, когда-нибудь лет через, ну, еще несколько десятков, десятков, можно будет где-то все это собрать и издать. Вот эти вот вещи, которые издавались на кухнях, в подъездах и так далее. Потом у нас была студия еще в одном месте, на «Соколе». Там мы тоже записали несколько композиций с Сергеем. И в то время был еще один рэпер, его звались Джимми Джи. Черный человек, он был студентом, или я не знаю, в общем, он не американец, он какой-то африканец. Был такой проект «Мистер Босс и Джимми Джи». И они с Сергеем тоже сделали несколько композиций на нашей студии. Кстати сказать, может быть, если заморочиться, мне даже самому было бы интересно эти вещи нарыть и где-нибудь на сайте, может быть, выложить. Сайт, вы знаете, вот здесь вот, вот здесь вот в углу, вот здесь вот, посмотрите внимательно, написано по-русски, я буду говорить, «УГВ». И, может быть, мы это найдем, я поговорю с Сергеем, и можно будет это выложить. Итак, потом прошло еще какое-то время. А, в девяносто, наверное, первом году в Питере, который раньше назывался Ленинград, был такой дедушка Ленин, который очень любил детей. Добрый, маленький такой, но вы знаете, он на Красной площади, он там живет, домик маленький в центре. И вот в Ленинграде, это его резиденция была, провели первый фестиваль рэп-музыки. Называлась она «Рэп-пик-91». Рэп-пик. Все это происходило под эгидой каких-то комсомольских работников, но в то время это еще был Советский Союз, по-моему. И от Москвы там были МС Павлов, была группа «Ракета» и «Дубовый Гай». Это будущий потом «Мальчишник» и потом «Дельфин». Из питерских групп там были, по-моему, «Ими защищено», «Бэд Бэланс» уже был. И еще там пару каких-то групп, две девушки. В общем, то, что по большому счету, ну, рэпом еще не являлось, но уже и не было песнями. То есть люди, они петь не умели, но еще и рэповать не умели, но уже пытались что-то говорить. И поэтому, когда, как я сказал в начале, когда люди вместо того, чтобы петь, говорят, это стали называть рэп. А петь очень многие не умеют. Но, кстати, чтобы говорить, надо тоже уметь ритмично это делать, поэтому это тоже многие не умеют. Итак, это был первый фестиваль. Потом, спустя несколько лет, «Бэд Бэланс» перебрались в Москву. В 1994 году был такой фестиваль, который начался, конкурс, который начался с 1993-го, назывался «Поколение 93», потом «Поколение 94». И так он несколько лет существовал. И вот мы были приглашены на фестиваль «Поколение 94». Устраивала этот фестиваль компания Art Pictures Group. Это Федя Бондарчук, Степан Михалков, Степан Полянский. Они сделали этот фестиваль. И на этом фестивале в 1994 году мы заняли, взяли гран-при. В этом же году там участвовал «Бэд Бэланс», там же участвовало еще несколько «Маша Медведев». Короче, в этом, да, выступала «Юла». Это одна из первых, наверное, soul-певиц, R&B-певиц, которые появились у нас в России. И «Бэд Бэланс» в то время они даже не вошли в финал и как-то так не попали. Но это подстегнуло, как я понял, Влада Валова. И в этом же году он по той же самой системе, по той же самой структуре решил сделать фестиваль «Рэп-мюзик». И, по-моему, это был, да, по-моему, с 1994 или с 1995 это стал ежегодный фестиваль, где стали собираться рэп-группы. Да, теперь к музыке. Первый наш альбом, который мы записали, это был 90-91 год, и вышел он на компакт-диски. В то время компакт-дисков практически в России не было, да и проигрывателей-то не было. То есть этот диск был записан, но все равно, что для космоса. Ну, может быть, там 10-20 человек и могли бы в России послушать этот альбом. В то время было только несколько дисков. У Пугачёва вышел компакт-диск, по-моему, у Зыкиной компакт-диск, и, по-моему, то есть какие-то вот... И, может быть, у Кобзона. Больше у российских исполнителей компактов не было. И случилась очень интересная история. Наш альбом издавался, наш компакт-диск издавался в Германии. И компания, которая выпускала этот диск, BSA Records, у них были какие-то там задолженности перед этой фирмой. И, короче говоря, альбом оштрафовали, и он пролежал несколько лет, и в Россию он приехал только... Кстати, я забыл предупредить, сейчас это говорю. И в Россию он приехал только в 94-м году. Будучи первым альбомом вообще, который был в российском рэпе, он приехал в 94-м, и, тем не менее, он добрался. И, кстати сказать, мы сейчас... Вы сидите у своих компьютеров, смотрите эту передачу. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете связываться с нами в реальном времени по телефону. Можете писать какие-то вопросы по интернету. Адрес очень простой. Фанк. Фанк – это музыка, на которой основывается хип-хоп. F-U-N-K – собака. МС, черточка, в смысле дефис, Павлов.ру. Фанк, МС, Павлов, ру. Можете писать, задавать любые вопросы, мы будем вам отвечать. Также оставлю вам номер телефона. Вы можете в момент просмотра звонить и задавать свои вопросы. В любое время можете звонить. Итак, в 93-м году я записал тоже достаточно легендарный альбом для российского рэпа. Это первый сборник вообще рэпа в России. Это был 93-й год. Итак, самый первый сборник рэп-музыки был записан в 93-м году. Назывался он «Домоску рэп флэва». Туда входили московские группы, поэтому и название отсюда выходит. Все, что было в то время в Москве, мы собрали. Ну, естественно, то, что было не на кухнях записано, а вот в каком-то удобоваримом варианте. И издали. Это была, опять же, группа «Ракета». «Ракета» – это, мало кто об этом знает, основатель этой группы Алексей Соловьев. Человек, с которым мы в конце 80-х сделали несколько совместных композиций. В частности, мы сделали рэп на основе русских каких-то частушек и считалочек. Было очень смешно. Потом мы купили сборник стихов Пушкина на английском языке и сделали рэп Пушкина. Причем стих назывался, по-моему, «Утро». Он так нормально ложился на рэп, и в припев мы сделали женский голос «The Great Son of Mother Africa» – «Великий сын африканского народа». Ну, все знают, что Пушкин, он не совсем коренной был россиянин. У него там были и рэперские какие-то корни. И вот небезызвестный Артем Троицкий, наверное, я думаю, что вы знаете этого человека, он в то время ввел передачу на радио. Причем было всего только три радиостанции. Первая кнопка, вторая и третья. На кухне висели такие трехпрограммники, и была первая, вторая, третья кнопка. Все. И вот он ввел какую-то музыкальную передачу на первом канале на радио, и ему эта вещь очень понравилась. Он ее там прокрутил, после чего он был оттуда выгнан за издевательство и углумление над русским великим поэтом. Такова была история рэпа с Пушкиным. Значит, это была группа «Ракета». Потом туда вошел Сергей. Группа в то время называлась «Баста Эс». Потом был еще очень хороший человек Леджек. Я думаю, что это, напоминаю, это 93-й год. Леджек парочку треков там сделал. Один трек мы сделали совместный. Потом там же я сделал экспериментальную вещь. Это первый в мире рэп на санскрите. Санскрит – это самый древний язык, который появился на земле. Язык, на котором записаны все древние индийские писания, философские и так далее. И я взял некоторые, так сказать, стихи на санскрите и сделал из этого рэп. Такой индо-рэп. Это был достаточно интересный проект. Ну вот, пожалуй, собственно, и все. И этот альбом мы отослали, я отослал в Нью-Йорк. И там своим друзьям, и люди, которые были знакомы с рэпом, они имели представление, что же происходит. Теперь вернемся в 93-м же году. Я уже старый. В своем альбоме? Мы говорим о своем альбоме. Я человек пожилой, я поэтому путаю время. Я родился в прошлом веке, и живу до сих пор. И кто знает, как оно дальше пойдет. Тут тяжело. Но говорим мы о рэпе. Я напоминаю нашим зрителям, что если вы забыли о чем передача, передача о рэпе. О рэпе. Это очень полезный овощ, который содержит много полезных витамин. И вообще репа, она... Ну, я рекомендую репа, морковь, вот эти вот вещи очень полезны. В 93-м году был еще один знаменательный момент для нашей рэп-музыки. И в небезызвестном городе Ленинграде проходил фестиваль «Белые ночи». По-моему, он в этом году и начался. А, или он в 92-м начался. Это ежегодный летний фестиваль. Тогда возле Петропавловской крепости там строили сцену. И приглашали разных исполнителей западных, модных на то время. И был такой... И наши выступали. Был такой большой музыкальный фестиваль. И ни с того, ни с сего, непонятно по какой причине, в 93-м году туда пригласили ведущих UMTV Raps. Ed Lover, Dr. Dre, T-Money. Вот, они троем приехали, пригласили группу Salt & Pepper. Так получилось, что мы с ними тусовались, мы были на этом концерте. Я даже брал у них интервью. И возможно, что в одной из наших следующих передач мы выложим эти раритетные съемочки. Вы увидите и все это услышите. Причем на финальном треке, во время их выступления, они крутили Jump Around. House of Pain. И мы договорились, что все наши рэперы выскакивают и вместе там делаем этот трек. Итак, это был я, это был Сергей, это был Скаля. Еще несколько... В общем, где-то эти записи сохранились. Причем Сергей выхватил у Dr. Dre микрофон и даже зачитал туда какой-то кусок. Они были настолько удивлены. Вот. Это имело место быть. Теперь из таких еще легендарных моментов... А, наверное, на многих повлиял... По крайней мере, вот Сергей на всех своих альбомах пишет о благодарности рэперу из Франции М.С. Соляр. М.С. Соляр. Он при... Это был тоже год 93, наверное, год. Он приезжал, выступал в парке культуры. Каким образом он попал, тоже непонятно, но каким-то образом. И тоже мы вместе общались. Очень... Правда... А, и мы даже выступали перед ним. Я имею в виду мы, свою группу М.С. Павлов. Вообще рэп достаточно интересная вещь. Когда рэп пересек океан, он, естественно, смешался с культурами тех стран, куда он попал. И каждая что-то привнесла свое. И в частности вот Франция... Хотя Франция тоже достаточно черная страна. Там очень... Ну, она больше даже арабско-черная, чем черная. Там тоже достаточно интересные какие-то нововведения. Он такой перестал быть таким жестким рэпом. В нем появилась какая-то мелодика. Когда рэп попал, скажем, в какие-то азиатские страны, он впитал в себя какие-то вот эти восточные мотивы. И так далее, и так далее. Как я сказал, рэп, он всеяден. И куда бы он ни попал, он просто съедает любые музыкальные стили. И так, приезд МС Соляра, 93-й год. А потом году в 90... Что-то я вдруг стал вспоминать вот эти истории. В 95-м году в клубе «Пилот» приезжал Ванилла Айс. Ну, в то время его популярность уже немножечко сошла, но тем не менее. И что еще интересно, будучи... Когда я жил в Нью-Йорке и в Детройте, я три раза... Так получилось, что продюсер, с которым я работал, о котором я вам уже говорил, его лично пригласили устроители концертов, которые делал MC Hammer. У него как раз был огромный тур по Америке. Значит, должен был быть MC Hammer, Ванилла Айс. Но Ванилла Айс почему-то от этого тура отказался. И, короче, был концерт одного MC Hammer. Это огромные стадионы наподобие наших лужников, где собирается... Ну, вот заходишь, и, пожалуй, я там был единственный белый человек, который туда просто попадал. И, наверное, меня не трогали, просто думали, ну, наверное, ненормально, и как-то все обошлось. Тем более, что Детройт – это черный город, это промышленный город, это там заводы, форт и так далее. Он процентов на 90 черный. То есть белые там есть, какие-то небольшие районы, участочки. В основном это черные. Везде звучит рэп, фанк. И я всюду ходил на концерты. Я там смотрел и джазовые, и фанковые, и рэп-концерты. И тоже очень часто был единственным белым вообще во всем зале. Причем я был не просто белым, а я еще был какой-то белый, желтый, красно-оранжевый. То есть ярким таким пятном. Но каким-то чудом я остался жив. Приехал в Россию. И вот так, собственно, рэп попал к нам. Так вот. И что интересно, это был 90-й год. Отличие, скажем, рэпа от того, чем он стал сейчас. И того рэпа все было живьем. На сцене было 30 человек, там, музыканты. Все игралось живьем. Там человек 20 танцоров. Настоящее шоу, все живяком. Причем девчонки рубились так, что я некоторые посмотрел за сценой, некоторые на сцене был. В смысле, перед сценой. То есть я видел всю эту кухню. Иногда они рубились так на сцене, потом заскакивали за кулисы. Стоял несколько ведер. Они просто выливали на себя ведро воды. И опять выскакивали рубиться. То есть это вот... Вот это настоящий рэп. С Эмси Хаммером лично мы не знакомы, не познакомились. Но ему, мой продюсер, он передал ему кассеты. То есть он, в принципе, наверное, имел представление. Потом году в 90-м каком-то он приехал в Москву. В 90-м... Ну, когда тоже его популярность уже закончилась. И, по-моему, он выступал в концертном зале «Россия». И Атар Кушенашвили вел концерт и назвал его «Мистер Молотков». У нас сегодня в гостях мистер Молотков, рэпер, Эмси Хаммер. Хорошо. Кстати, я уже вам сказал, что вы можете нам звонить на наш телефон и задавать вопросы. Я, в общем-то, уже потерял мысль. Вы можете позвонить и задать какой-нибудь соответствующий вопрос. Милые дамы, уважаемые господа, девочки, мальчики, наши дорогие телезрители. Сегодня в клубе казино Golden Palace вечеринка пресс-пати, посвященная группе MD&T Павлов. Вот, что нужно сейчас моей нации. Фанки! Только фанки! Фанки! Танцуем фанки! Фанки! Только фанки! Фанки! Танцуем фанки! Кошмар какой. Итак, пришло несколько звонков и даже не пришло несколько смс-ок. Вам доступна услуга «Новый хит» вместо звонка. Я буду... Леди Гада, Градусы, Арыбак, Шансон. Есть китайский язык, такой короткий слова, называется мат. Его у нас звучать не будет. Но вот это... Итак, поступило несколько звонков с предложением рассказать о том, что же у нас выходит сейчас. Поэтому мы меняем немножечко настроение, и я продолжаю. Итак, последний альбом группы MC Pub'ов вышел в 2001 году. И на него мы собрали всю ту информацию, которая до этого не издавалась. Второй альбом, который мы записали, мы его сделали в 95-м году. И назывался он The Best. Причем через Э-оборотное, по-русски, потому что мы все русские. И вот эти все, знаете, когда на английском начинают, это все не очень хорошо. И вот последний альбом сделали в 2001-м. После небольшого перерыва называется он «Я вернулся». Открою маленький секрет. Откуда я вернулся? В 99-м году я с несколькими членами нашей группы, мы поехали отдыхать в прекрасное место Таиланд. И так получилось. А, кстати, там живут странные люди, и у них движение все в другую сторону. Как в Лондоне, кстати. Машины ездят. Просто это связано, наверное, с тем, что они азиаты и не знают правила дорожного движения. Просто все в другую сторону ездят. И так случилось, что на второй день на меня наехал автобус, и я немножко выпал из жизни. В течение месяца я был в коме. К счастью, я этого не помню, потому что иначе бы каждую ночь просыпался в холодном поту. И потом меня привезли на специальном самолете сюда уже домой. И здесь я спустя какое-то время остался жив. Вся Москва молилась, все за меня переживали. И я считаю, что именно благодаря этому все так. И я сижу здесь и продолжаю с вами общаться. И альбом мы назвали «Я вернулся». И вот собрали как раз все вещи, которые раньше не издавались, и записали этот материальчик. Туда вошли песни, которые мы делали с американской певицей Холли Фрэнсис, с которой я писался и в Нью-Йорке, и которая приезжала сюда. Мы работали с ней здесь. Туда вошла песня, по-моему, с Людмилой Гурченко, с которой мы сделали... Кстати сказать, тоже, может быть, это интересно. В 1995 году мы сделали ремикс песни... Не ремикс, а ремейк. Песня, которая называется «Московские окна». Это старый хит 60-х годов, советских времен. Но песня абсолютно не совковая. По гармонии как-то она действительно стоит особняком. И мы сделали ремикс. Я сделал фанковый вариант с дудками. И мы даже вставили туда небольшой кусок рэпа Маяковского. Я думаю, что если бы Маяковский жил сейчас, он точно бы читал свои стихи на какие-нибудь биты. В то время просто не было скретчей, не было вертушек. Были граммофоны, знаете, так накрутил, иголку поставил. Ну, технически было тяжело под это делать рэп. А если бы он сейчас, он точно был бы одним из основных рэперов. Итак, с Гурченко мы сделали этот вариант. Кстати, вы можете его посмотреть и заценить. Итак, Людмила Марковна Гурченко и М.С. Павлов «Московские окна». Я знаю, все знают, что вы великолепно поете, что вы великолепно танцуете. И вот недавно мы все узнали, что вы решили попробовать еще себя в качестве лидера танцевальной, молодежной, такой модной группы М.Д.Н.С. Павлов. Это правда? Ну, не лидером, просто мы вот договорились с Павловым, с Лешей Павловым, что... Так его все-таки Леша зовут. Леша зовут. Я до сих пор М.С.Д. Я не могу никак понять. Я тоже с трудом. Вы рассказали, что я попросила быть Лешей, но не важно. Так вот я с М.Д.С.Д. Лешей. Просто мы одну популярную песню, так сказать, в его стиле, как я понимаю этот стиль, потом это Маяковский, а Маяковский это рэп. Да-да-да, конечно, состроить дружкой троих древен, тихо-типит и пенеца, тихо-типит, говори, мази-древен, к юной армии ленинцы. Мойной группы Рудгин, выявил абсолютно отсюда. Неподражаемая, очаровательная Людмила Марковна Гурченко, ваши атлешменты, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, итак, это был рэп Маяковского, если это можно так назвать, но тем не менее, как вы видели, эта часть, она не пелась, она говорилась, а всюду, где говорится, это рэп, как мы выяснили из нашего вступления. Итак, возвращаемся к последнему альбому «Я вернулся». И так была собрана вся музыка, и издан этот альбом на фирме «Квадро Диск», который был очень быстро продан. У меня, к сожалению, остался один экземпляр. Кстати, если нашим зрителям интересно, могу его вам показать. Меняем групп. Все эти годы я также занимаюсь просветительской работой, поскольку без этого развитие рэпа просто невозможно. Мало того, что люди не знали такого слова, что такое рэп, не знали о том, что такое фанк, вообще это был полный вакуум, приходилось им рассказывать, что это огромное музыкальное направление, основанное на том-то, на том-то, на том-то и так далее, и так далее. И я делал много радиопередач, иногда даже делал телевизионные передачи. Одной из моих первых программ, это была программа на первом канале, это радио, которое сейчас называется «Радио Останкино». Раньше было три радио всего. На кухне висела такая квадратная штучка с динамиком, и там была первая, вторая, третья кнопка. Вот на первой кнопке выходила программа, она выходила вечером, не помню в какой день, и называлась она «Ритмическая гимнастика». И там я рассказывал о том, что такое ритм, что такое рэп, и ставил первый, можно сказать, первый рэп в эфир. Кстати, самый первый рэп, который прозвучал в российском FM-диапазоне, это был 92-й год, когда в Москве стали появляться клубы, стали появляться дискотеки. И однажды пригласили очень известного американского продюсера, продюсера Мадонны, музыканта, диджея, одного из первых американских диджеев, Марка Каминса. И он выступал в клубе, который раньше назывался «Орликино», тот, где потом небезызвестный «Инфинити», а сейчас он называется как-то еще «Бархат», по-моему. Как мы с ним познакомились? Мы с ним познакомились еще в рамках «Звуковому», он делал ремиксы на музыку «Звуковому». С тех пор, с конца 80-х, мы с ним поддерживаем такие дружеские отношения, и вот в 92-м году он был первым американским диджеем, который вообще приехал в Россию. И да, уже Россия, по-моему, называлась в то время. И он выступал. И так получилось, что в это же время я смог организовать ему интервью на каком-то радио, тоже каком-то советском радио, не FM даже, по-моему. И он рассказывал о музыке, и впервые на российском радио прозвучал рэп. Это был «Black Ship», это был «House of Pain», это были еще несколько композиций, у него было с собой несколько винилов, и прямо с винила это все ставили в эфир. И так, это было, на самом деле, первое звучание рэп-музыки по советскому российскому радио. Итак, возвращаемся к нашим дням. Значит, я делал разные передачи. Потом, после моего... Еще следующего почти годового визита в Нью-Йорк я вернулся в 98-м году с огромными чемоданами винила, компактов и так далее, так далее. И сделали мы передачу на радио «Рокс». Это была первая спутниковая станция, которая вещала по многим городам России. Сейчас ее, к сожалению, в Москве нет, в Питере она еще осталась. И мы сделали передачу, она шла полтора года в эфире, называлась «Funky Time». Это все о фанк-музыке. А так как на фанке основана и диско, из диско вышла хаос-музыка, на фанке основан хип-хоп, короче, фанк, он лежит в основе всего этого. То я, соответственно, покрывал и все эти стили, и крутил и рэп-музыку, и диско-музыку, и, в общем, всю вот эту американскую историю. Потом я выпал на какое-то время из жизни, о чем я уже вам рассказывал. Потом, когда я в жизнь обратно впал, мы вернулись к радиопрограммам, и я делал два года передачу на радио «Арсенал». Это была дочерняя станция от «Эхо Москвы». Там я возродил свою передачу «Funky Time», и также ее слушали очень многие, и люди писали письма и так далее. Потом, в 95-96-м, я делал серию передач на радио «Монте-Карло», но, к сожалению, к фанку они были не готовы, наверное, это слово они не знали, может быть, они его путали с тем словом, который часто звучит в американских боевиках, и означает совсем другое. И мы сделали программу под названием «Огни Нью-Йорка». У меня очень много знакомых, которые крутят винил уже по 30-35 лет, люди, которые просто, у них уже руки даже не сгибаются, они могут только, вот если им это компакт, им уже тяжело держать в руках, они только вот винил умеют. Люди, которые играют и настоящий нью-йоркский хаос, и фанк, и хип-хоп, и мне постоянно присылают какие-то новые треки, иногда даже такие, которые до сих пор еще не издавались. И мы сделали программу «Огни Нью-Йорка», она была такая более танцевальная, более такая хаосовая, потому что, ну, радио просило такое что-то такое потанцевальнее. Но дело в том, что хаос-музыка – это не кислотная музыка, которая известна нам, которая пришла в Европу и превратилась в настоящий хаос-музык нью-йоркский хаос. Это тот же фанк, тот же джаз, только на такой танцевальной основе. И вот такую музыку я крутил. Итак, мы поговорили про «Арсенал», про радио «Рокс», «Монте-Карло». И сейчас у меня идут переговоры с радио «Серебряный дождь». Возможно, мы сделаем передачу о диско-музыке. К сожалению, слово «фанк» они тоже боятся, но диско – это не что иное, как продолжение фанка. И все короли фанк-музыки в конце 70-х, когда была эра диско, бум, диско, все играли фанк. Даже Джеймс Браун, у меня есть несколько его концертов в конце 70-х, все свои хиты «I Feel Good», «Sex Machine» и так далее, они все в таком придискованном варианте идут. Иными словами, диско – это не что иное, как тот же самый фанк, поэтому можно сказать, что передача будет о фанк-музыке, просто немножко по-другому будет называться. Возможно, что в течение ближайших нескольких месяцев этот вопрос решится, и на «Серебряном дожде» появится такая передача. Более того, моим соведущим будет Марк Камминс. Это человек, который через пальцы прошла вся эта музыка в 70-х. Он был диджеем в небезызвестной студии «Fifty Four». Это легендарнейший клуб американский. Потом, когда он закрылся, в середине 80-х он был владельцем клуба «Денситерия». Это тоже легендарный клуб, куда в гардеробе там работала Шаде, туда бегала Мадонна, которая принесла ему зажеванную кассетку и сказала, дяденька, вот послушайте ее. И он послушал, решил девочке помочь, записал ее, раскрутил и так далее. И он будет соведущим этой программы, будем делать небольшие вкрапления с его историями. И, естественно, это будет и хип-хоп, и рэп. Я буду всячески туда внедрять. Потому что, как я сказал, изначально хип-хоп, самые ранние хип-хоп треки, они все были основаны на диско-музыке. Послушайте Кертис Блоу, послушайте Мелли Мелли и так далее. Итак, дорогие друзья, еще раз меняем нашу тему. Время уже позднее. Посмотрите на свои часы, вы понимаете, что в это время уже громко музыку слушать нельзя. Нужно все сделать потише. И поэтому мы, наверное, перенесем нашу следующую историю на следующую передачу. Следите за рекламой. А я, как всегда, хочу пожелать... Да, да. Еще один важный момент, о котором я не рассказал, и хочу пожелать всем нашим зрителям. Все участники нашей группы, люди стараются вести такой правильный образ жизни. Мы все вегетарианцы, мы не употребляем мясо, трупы и всякую такую вещь. Мы не употребляем алкоголь, стараемся вести такой чистый, здоровый образ жизни. Кстати, среди американских рэперов это тоже очень популярно. Тот же самый КРС-1 и многие другие просто пишут огромное количество текстов по этой теме. Итак, желаем вам всего самого лучшего. Будьте здоровы и, как всегда, любви, мира и счастья. С вами был М.С. Павло. С вами был М.С. Павло. С вами был М.С. Павло. Денис Прушевский Танцуют все Москва Танцует Гидер Танцует Полхотел Владимирович Танцует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне хорошо, когда со мной Эмси Павлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА